Понимаем, что ожирение в современном мире это такой серьезный фактор риска, как и курение, например. Все знают, что курение убивают, но почему-то не сильно думают по поводу ожирения. Живут с повышенным индексом массы тела, заедают стрессы, не занимаются спортом. Где нарушена коммуникация в этом плане? То есть, если мы про курение слышим каждый день, что курение это адское зло, то про ожирение мы как-то вот немножечко, особенно про детское ожирение. Детское ожирение в последнее время это прям вообще бич современного мира. Если мы посмотрим телевизор, который показывает нам не кино, а какие-то кадры из жизни, например, Европы, США, Россия, везде мы видим полных детей на улицах, чего не было еще, например, 30-40 лет назад. Где нарушена коммуникация? Почему люди не думают о том, что это ожирение может быть рискованным? Да, знаете, Павел, здесь нужно точно разделять проблему детского ожирения и взрослого ожирения. Это все-таки принципиально разные вещи. Дети – это зеркало семьи, как мы говорим. И поэтому любой вид психосоматического детского ожирения – это семейный дистресс. И, конечно же, в семейном дистрессе, с которым приходит семья к психиатру или психотерапевту или психологу, виноват ребенок с точки зрения родителей. Они не готовы считать себя участниками или инициаторами этого стресса. Все хорошо, у нас прекрасная семья, у нас прекрасные отношения, наш ребенок все имеет, у него нет никаких ограничений, мы его не бьем и сами при нем не ругаемся. Но вот он почему-то не вылазит из холодильника. Вот доктор, вы ему объясните, говорят родители, вы ему просто скажите, чтобы он не ел, что это вредно, что это зло, что это бич. Я ему говорю, вы думаете, что мои слова повлияют на него таким образом, что он волшебным перестанет есть? Нет, конечно. И естественно, и с точки зрения психологии, да, род это то место, откуда говорят и в которое едят, да. И если ребенок не может говорить, то он занимает это бургером. А не может он говорить, потому что либо боится говорить, да, и страх сказать свое мнение, да, в семье, например, где есть жестокие взаимоотношения, и страх оказаться в неприглядном виде, да, в соответствующей обстановке, в школьной там или где-то еще там, в педагогическом коллективе, это все... Мы все время вот говорим вокруг термина. Термин расстройства пищевого поведения, да, то есть мы его все время не произносим, но он же есть. И термин, и понятие, как расстройство пищевого поведения. Если раньше считалось, вот еще, я помню, 20 лет назад, считалось, что если есть проблема, надо идти к диетологу. Но сейчас мы знаем, что если есть проблема с весом, то чаще всего надо идти к психиатру. И, ну, к психиатру, к психотерапевту, к тому, кто занимается причинами расстройства пищевого поведения, потому что оживение – это же последствия. Да, и те дети, которые поступают, например, к нам вот в Сухаревский центр, да, уже подростками, с довольно тяжелыми формами РПП, да, вот расстройствами пищевого поведения, это дети, которые дошли до психиатра слишком поздно, спустя там 10-12 порой лет болезни, когда уже многие процессы, в том числе метаболические, соматические и так далее, оказываются в том числе и необратимыми. И вот здесь я очень важную вещь хочу сказать, да, мы сегодня говорим о важности того, чтобы вот контролировать пищевое поведение ребенка, но мы не должны забывать и о том, что ребенок, особенно если это девочка, да, не переносит слова, которые, к сожалению, в этой ситуации от родителей, от праведников родителей звучат в этой ситуации, ты посмотри на себя в зеркало, ты похожа на корову, да у тебя ляжки больше, чем ты сама там в ширину или в длину и так далее. Это колоссальная травма, которая потом приводит к другим расстройствам. Я однажды прочитал, что праведники родители полных детей – это первый инициатор анорексии. Я обращаю внимание, что все-таки большинство детского ожирения – это конституционально-экзогенное ожирение, и праведники родители, как правило, по крайней мере, кто-то один из них, тоже имеет роскошные рубинсовские формы. И, в принципе, если взять разрыв между фактическим диспансеризационным фиксируемым ожирением и тем, кто в диспансерной группе находится, кто занимается там, как-то занимается, приходят к эндокринологу, к диетологу, к психиатру, к психологу, кто-то, разрыв есть. А это значит что? Значит, в семье, вот эта такая семья мишек, она себе нравится, она проблем не видит. Ребенок, правильно, зеркало родителей, но ребенок не может, ребенок усваивает пищевые привычки семьи.